Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Минимальный штраф за торговлю без кассы – 10 тысяч рублей. Если такая практика постоянная, штраф может увеличиться до половины суммы всех расчетов, не прошедших через кассу. В Кирове сотрудники ФНС в этом году составили более 100 протоколов за неприменение контрольно-кассовой техники. Проверки продолжаются, в том числе в отношении тех, кого уже наказали. Они будут привлекаться к ответственности до тех пор, пока каждый расчет не будут осуществлять через кассу, отмечают в инспекции. В Кирове повторно объявили тендер на строительство школы в Долгушино. Выделяется 900 миллионов рублей. Их получит подрядчик, который будет строить школу на 1100 мест, сообщает БН Киров. В школе предполагается наличие бассейна и физкультурно-оздоровительного комплекса. Сдать объект необходимо к концу 2022 года. Первый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. По той же причине сейчас проводится повторный аукцион на строительство школы на проспекте строителей. Промпроизводство в Кировской области выросло на 10%. Это данные Кировстата за январь-июль 2021 года по отношению к этому же периоду 20-го. Рост показала энергетика, обрабатывающие производства на 10%. Объемы добычи полезных ископаемых увеличились на 1,5%. Сократились на 3,5%. Объемы водоснабжения, вывоза и утилизации отходов. В сфере обрабатывающих производств увеличили выпуск продукций, организации, занятые производством транспорта, одежды, металлических изделий, лекарств, мебели, резиновых и пластмассовых изделий, кожи, текстиля, напитков, пищевых продуктов и химии, снижение в металлургии и бумажном производстве. Завершение курсов валют на сегодня. Официальный доллар 72,85. Курс евро 86 рублей 54 копейки. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.